Движение жизни – основа здоровья. Известную фразу подтверждают спортивные, инициативные, просто жизнерадостные люди элегантного возраста. Для этих спортсменов вид физкультуры с помощью палок давно стал неотъемлемой частью жизни. Простыми словами, скандинавская ходьба – это оригинальный и несложный метод оздоровления. Чем же хороша скандинавская ходьба, особенно для людей пожилого возраста? Она хороша тем, что это обязательное занятие на свежем воздухе. Занятия в коллективе. И если ты занимаешься в группе, правильно построены занятия. Когда мы начинали, на нас смотрели, как на каких-то странных людей. Ходят с палками, без лыж. Сегодня ситуация изменилась. Новомодное занятие с каждым годом набирает популярность в лице заинтересованных людей. Прямой тому доказательство – областной слет любителей скандинавской ходьбы. В четвертый раз в городском парке культуры собрались все те, кого не пугает ни погода, ни физическая нагрузка. Организатор мероприятия – территориальный центр Ленинского района города Бреста, инициативная группа «Красного креста» при поддержке Белорусского союза женщин и общественного объединения «Белая Русь». Основная цель нашего мероприятия, конечно же, пропаганда здорового образа жизни. Здоровое долголетие – наш девиз. Можно быть здоровым и красивым в любом возрасте. Молодость в душе – это самое главное, поэтому занимайтесь спортом в любом возрасте. На протяжении уже практически десяти лет Белорусский Красный Крест при поддержке Швейцарского Красного Креста реализует программы по здоровому образу жизни. И впервые в Витебской и Бродненской областях у нас были реализованы такие программы за здоровый образ жизни, которые были распространены не на крупные города, а на именно сельскую местность. Почему сегодня вы видели, присутствовали из Богушевска, из Сенна, где организовывались инициативные группы Красного Креста, которые пропагандировали здоровый образ жизни, которые занимались не только скандинавской ходьбой. В деревнях открывались центры здоровья, где были различные спортивные тренажеры. Приверженцы здорового образа жизни любители скандинавской ходьбы собрались на масштабном спортивном мероприятии, в ходе которого лучшие волонтеры были награждены благодарностями за большой личный вклад в развитие движения, а члены команды – дипломами участников. «Скандинавская ходьба – это глоток свежего воздуха для пожилых людей. По крайней мере, таких мыслей, что делать, чем заняться, боже мой, какая я несчастная, у меня нет никакого здоровья – этих мыслей нет. Потому что есть здоровье, нет здоровья, вторник, пятница, 10 часов мы в парке воинов-интернационалистов». «Иногда выходишь из дома, что у тебя сил нет, а приходишь, заряжаешься энергией. Мы проходим где-то 2-2,5 километра, делаем три раза зарядку». Скандинавская ходьба давно стала отличным видом активности для людей разных возрастов, а регулярные тренировки уже через несколько месяцев дают результаты. «Открытый год» «Открытый год» Продолжение следует...